Бет-инфуанс Наш главный обзор – книга «Джингли» об игровом снаряжении А теперь я буду вести репортаж с первой в истории арены виртуальной реальности с другой стороны Но, во-первых, новая часть программного обеспечения, с помощью которой боссы Юра Дисней могли бы обойтись Это набор для парка развлечений «Сделай сам» Идея в том, что вы начинаете с пустого поля и должны использовать это место для строительства самого прибыльного тематического парка в мире Поэтому мы переходим к этой панели иконок в стороне и выбираем значок аттракциона Вы можете нажать на него и получить все варианты выбора Есть из чего выбирать Флайер на самолете Поездка на гоночной машине Карусель – это хорошо Это поездка на чашке чая Так что я выберу это Это одно из моих любимых Вы просто размещаете его там, где хотите А затем вам нужно разместить вход и выход так, чтобы люди могли легко входить в него и выходить из него Теперь здесь есть еще одно пустое пространство И здесь я собираюсь разместить магазин Так что я снова перейду к панели иконок Выберу магазины Куплю мороженое «Мистер Вимпи» «Картофель фри биг тайм» «Мир воздушных шаров» Звучит заманчиво У них у всех могут быть воздушные шары, которые сделают их счастливыми Нажмите вот на это И вот оно Пока все так просто Но на самом деле все становится довольно сложно Я совершу небольшую экскурсию по парку и покажу вам Если мы поднимемся сюда Я покажу вам мои фантастические американские горки Которые на самом деле работали раньше, но они сломались И я поставила этого ремонтника в угол, чтобы он починил их Но он просто так долго отдыхал на чай, что они все еще сломаны Вы просто не можете достать нужные вещи, когда управляете тематическим парком Сюда О, это мой дом с привидениями Все идет очень хорошо Панки безумно выстраиваются в очередь Но одна из лучших вещей в игре заключается в том, что у всех людей есть собственное мнение И это своего рода эффект удара Например, если вы не будете должным образом содержать свой парк Появятся орды байкеров Испортят ваши аттракционы и избьют ваших клиентов В финальной версии будет речь А в запланированной трехмерной версии будет специальная функция Где вы можете нажать на персонажа непосредственно перед тем, как он отправится в поездку А затем вы сможете увидеть этот опыт езды их глазами Это графический макет американских горок Тематический парк определенно стоит посмотреть Зелья Я разрабатываю зелья, которые помогут справиться с машинством Сегодняшний первый чит абсолютно потрясающий, но он очень длинный Поэтому я собираюсь использовать зелье N-Fast, чтобы помочь мне пройти его достаточно быстро Это для второго гран-при Монако Эйкона Сины на Мега Драйв Это позволяет превратить машину в велосипед Поехали! Участвуйте в гонке на чемпионат мира Затем выберите новая игра и выберите новичок Введите имя в виде восклицательного знака стира посередине Затем выберите конец Затем начните гонку и сойдите с дистанции Затем снова начните гонку и снова сойдите с дистанции А затем в таблице гонок пачкам пилотов Сохраните раунд на шестом месте Затем сбросьте Мега Драйв Фух! Затем перейдите на свободную тренировку и выберите трассу Затем нажмите кнопку вниз и а вместе вот так И выберите обучение изображению вот так Затем снова нажмите кнопку вниз и а вместе, пока не появится игра И вы сможете играть в нее на велосипеде, а не на машине Эй-эй! Блестяще! Теперь перейдем к противоядиям О! А нет! Конечная улитка Она пропала Притормози, чувак Книга джунглей — это последний диснеевский фильм, получивший тренировку видеоигр Прыжок Маугли на маленький экран начинается с игрового оборудования А мастер-система и мега-драйв появятся позже Сюжет видеоигры очень близок к сюжету фильма Так что здесь по стопам человека, которого зовут Адам Да, это еще одна лицензия на фильм Да, они превратили ее в еще одну платформенную игру Но в отличие от фильма, Маугли может убивать тварей Графика здесь довольно красиво прорисована в диснеевском стиле Хотя парочка из них анимирована не слишком хорошо, как крокодил Спрайт и Маугли в порядке, как и большинство врагов Он воспроизводит музыку из фильма Хотя из-за того, что игровое оборудование не слишком хорошо справляется со звуками Они звучат не очень хорошо Но на самом деле их нельзя винить за это Это разрушенная сцена падения Здесь довольно приятный графический эффект сотрясения экрана, когда ракеты падают на пол Это один из лучших этапов игры, с более четко очерченным фоном И немного большим продуманным игровым процессом Здесь я должен искать драгоценные камни, с помощью которых я позволю вам перейти на следующий уровень И каждый раз, когда вы наступаете на одну из этих платформ, она просто рушится под вами Так что если вы разомкнетесь, вы мертвы и все тут Змей прямо там Они помогают вам прыгать и прыгать в такие места, куда вы обычно не смогли бы попасть Это сцена короля Людоика II с мелодией короля свингеров из фильма Это по сути еще один конец последовательности боссов уровня Который вы найдете в довольно немногих играх Что похоже не слишком хорошо относится к миге джунгл Но по крайней мере спрайт персонажа выглядит так, как он должен быть Предупреждаю родителей Супающих это для своих детей на рождество Это не милая игра без насилия Это милая игра с большим количеством насилия Отличная игра с отличной музыкой и графикой для игрового оборудования Мне не понравился игровой процесс И это не соответствует фильму Это разочаровывает для такого громкого названия И поэтому итоговые оценки за книгу джунглей как девочки, так и мальчики Дали ей оценку выше среднего 4 из 5 Это рай киберпанка, технособор, наполненный самым горячим виртуальным аттракционом в мире Он называется «Другая сторона» И он находится здесь, во всемирном торговом центре моста И я просто не могу дождаться, когда получу его в интернете Это Мандела Используя синий экран и компьютеры вместе, я действительно могу быть частью игры Компьютер может определить, где находится край моего тела на экране Поэтому там, где изображение сходится, я могу взаимодействовать с картинкой и создавать новые игры Я сам Попадите Это публичный дебют этого опыта, который называется «Фридом Сикс» Я театр, основанный на эмоциях, и я преследую злоумышленников по городу Горс Фильм идет по непрерывному циклу В то время как этот компьютер управляет гидравлическим сидением, согласовывая движения с действием кадр за кадром В этой поездке используются все ингредиенты других симуляторов И добавляется дополнительный ингредиент G-Force, чтобы сделать опыт максимально реалистичным Внутри я буду управлять автомобилем Инди, который является очень быстрым бончиком Увидимся позже Я могу разогнаться более чем на 200 миль в час и развить скорость 1,7 в час, что составляет столько, сколько большинство тел может безопасно выдержать без риска Далисовочек чувствительный Сегодня я видел так много разновидностей реальности, что даже не знаю, действительно ли это я Сбитый с толку Зет Райт в Бостоне Другая сторона сейчас в шарах от моря до весны, когда она отправится в турное под штатом А теперь новости и анонсы на этой неделе Следите за 620 тысяч тоннами метеоритов, когда будете управлять звездные пыли для мира В этой космической перестрелке вы пилотируете межгалактический космический корабль в попытке спасти Галактику Это своего рода версия классической аркадной игры С-90-х годов, доведенная до совершенства Доступен с космической станцией рядом с вами в декабре В соответствии с погодой на этой неделе Вот первый взгляд на зимние Олимпийские игры В них представлены 10 видов спорта, и до 4 игроков могут играть по очереди В версии Mega Drive есть две игры лицом к лицу, где вы можете кататься на коньках или кататься на лыжках с лалами на одном экране Все версии выйдут в следующем месяце до того, как в феврале в Норвежском Лилихамере стартует настоящее соревнование SkyBlazer для селков должен выйти в начале следующего года Это ранняя версия игры, в которой снимается Sky, молодой воин, чья истинная любовь была похищена невыразимым существом из преисподней Вы уже должны были заметить, что это платформа, на которой наш герой Sky получает новые навыки каждые пару уровней Еще больше развлечений в будущем в Cyber Race выйдет на ПК в следующем месяце Игроки сцепляют джойстики с подпольными гоночными бандами и несутся по поверхности планет, уворачиваясь от препятствий огня с других кораблей С огромным приключенческим сюжетом, образцовой речью и кучей улучшений кораблей, это будет грандиозно А нет, я думала, что это противоядие, но на самом деле он увеличен Тьфу! Ну, по крайней мере, это быстро остановило конец Этот следующий чит предназначен для боевых задач на SNES Тьфу! На экране прыщей, сыпи и прыщей, просто удерживайте нажатые клавиши и нажмите пуск, и вы получите пять жизней и пять продолжений Привет! А теперь мне нужно выпить до конца маленькими глотками Вот и мы! Вау! Вау! О нет! Конец маленький, он не был разбавлен Нам род маленький, но идеальной формы Есть американская компьютерная компания, название которой вы, вероятно, не знаете, но работу которой вы наверняка видели Их машины отвечают за потрясающую компьютерную графику, которую можно увидеть в таких фильмах, как парк юрского периода в Терминаторе 2 Новейшие симуляторы виртуальной реальности выглядят так хорошо из-за скорости и мощности оборудования этой компании И вместе с Nintendo они сейчас работают над домашней машиной, которая должна быть готова через два года Название компании – Silicon Graphics И хотя никто ничего не знает о домашней машине, это то, что могут сделать их профессиональные модели Все эти изображения были созданы на одной из их самых мощных рабочих станций с забавным названием – Onyx Reality Engine 2 И сегодня ценой больших затрат – это здесь, в студии Beta Influence Если вы хотите один из них на Рождество, это обойдется вам в крутые четверть миллиона фунтов стерлингов Так что мне лучше не проливать на него йогурт Он выдает изображения в четыре раза более высокого качества, чем ваши обычные телевизионные изображения Так что я вижу гораздо более четкие изображения, чем вы И удивительно, что все эти изображения происходят в режиме реального времени Компьютеру приходится выполнять миллионы вычислений в секунду, чтобы определить, как должна выглядеть каждая часть изображения По мере того, как мы будем обходить его, мы можем увеличивать и уменьшать масштаб, мы можем вращать его влево и вправо Он вычисляет, как отражается свет, как формироваются тени На самом деле, вычислительная мощность Reality Engine 2 в двух снах больше, чем у ПК И он может создавать подобные изображения так быстро, потому что использует технику, называемую отображением текстур Эту фразу вы уже слышали в программе раньше, но я попытаюсь объяснить, что такое отображение текстур сейчас Для этого нам просто нужно избавиться от нашей космической станции И от парня, которого вы, возможно, узнаете, Людвига ван Бетховена, хотя и довольно примитивная ее модель Там немного штриховки, но не более того Все, что ему нужно, это немного отображение текстур И текстура, которую мы собираемся нанести на него, это один кирпич Компьютеру не нужно намного больше информации, чем эта крошечная ее часть, потому что он может просто воспроизвести ее столько раз, сколько необходимо Поэтому мы попросим его нанести эту текстуру на Бетховена И вот он, Людвиг ван Бетховен, текстура нанесена на карту кирпичом Компьютер взял текстуру, которая была кирпичом, и сопоставил ее с моделью Бетховена По сути, он обернул ее так, как вы обернули бы подарок на Рождество И вы все еще можете перемещать ее в режиме реального времени Вы можете вращать ее и переворачивать вверх дном, чтобы увидеть все ракурсы и все тени Впрочем, вы также можете проделать несколько крутых трюков с помощью этого оборудования То, что мы сейчас сделали, это нанесли блестящую поверхность на Бетховена И компьютер показывает нам, как бы это выглядело, если бы его поместить перед фотографией цветов Он вычисляет все отражения по мере вращения Он будет делать то же самое, когда я буду двигать его вверх или вниз или вращать И вы можете использовать и другие фотографии Посмотрите, узнаете ли вы этих двоих На этот раз Людвиг Ван Бетховен стоит перед фотографией молодой и лихой команды, представляющей дурное влияние Хотя кто из нас молоток, кто лихой, я оставлю вас разбираться самим Если мы повернем Бетховена кругом, увеличим масштаб и пройдем через основание автобуса Мы сможем зайти прямо внутрь и тогда отражения начнут становиться действительно странными Есть и другие вещи, которые вы можете делать с фотографиями и отображением текстур Ранее я отсканировал фотографию Violet И смотрите, я могу сделать так, чтобы это выглядело так, как будто я уронил камешек в пруд, создать эффект ряби Или еще лучше, я могу растянуть ей нос, умирая, сделать ее пальцем длиннее или даже раздражить ее волосы И чтобы показать вам, как текстурное картирование помогает мне в этом, мне просто придется вызвать другую фотографию Под этой фотографией находится сетка И под фотографией Violet была такая же сетка И если вы захотите исказить изображение, компьютер вычислит, как будет искажена сетка И каждая точка на фотографии соответствует определенной точке на сетке Так что все, что нужно сделать компьютеру, чтобы определить искажение, это исказить сетку, а затем просто ввести текст на вашу карту, фотографию поверх искажения Это действительно очень простая, но очень эффективная техника Вы также можете использовать отображение и текстур для создания виртуальных миров Все изображения в этом виртуальном городе были созданы с помощью отображения и текстур Я должен быть справа, это Америка Поверните налево и двигайтесь к тому дереву Даже деревья создаются с помощью текстурного картирования Посмотрите, если я выключу текстурное картирование, вы сможете увидеть, что это просто блок или двумерный рекламный щит И что делает текстурное картирование, так это помещает фотографию дерева на этот блок. А там, где дерева нет, это делает блок невидимым. Это действительно очень умно. Он просто наносит его на карту точно так же, как кирпичи блестящие поверхности на Бетховера. И то же самое относится ко всем зданиям. Посмотрите, без отображения текстур это просто блоки. С отображением текстур детализация совершенно невероятна. Есть также виртуальный грузовик, который ездит по деревню, и вы можете посмотреть на него с разных точек зрения. Отсюда, что особенно важно, с передней оси, или снаружи грузовика, вот так, или с высоты неба. Помните, я говорил вам, что деревья были текстурно нанесены на двумерные блоки. Посмотрите, как при проезде грузовика рекламный щит поворачивается. Если бы ваша точка зрения была в грузовике, это выглядело бы просто как дерево со всех сторон. Но с воздуха вы можете видеть, как компьютер дурачит вас. Этот комплект стоит четверть миллиона фунтов, так что очевидно, в нем тоже есть некоторые серьезные аспекты. Архитекторы могут создавать очень точные пошаговые инструкции зданий, которые потенциальные заказчики могут обходить и исследовать по своему желанию. Это настоящее здание. Это Калифорнийский университет в Америке. Дизайнеры могут опробовать свои идеи, посмотреть, где они хотят, чтобы были двери и окна, посмотреть, работает ли все здание в целом. И моя любимая демонстрация «Немного моряка» — это симулятор гавани для обучения капитанов судов. А теперь еще несколько обзоров игр. Cosmic Space Head на Mega Drive. Любопытная консольная игра, так как в ней используется смесь стилей. Это своего рода карикатура, точечный кликающий инвентарь, платформер, загадочная ролевая игра любого рода. В любом случае, Cosmic определил свой путь на Землю со своей родной планеты Линолеум и получил несколько сувениров, чтобы доказать, что он там был. Вот Сара. Это приключенческая игра, в которой вам нужно разработать стратегию, чтобы вернуть космика на Землю. Я сейчас нахожусь в старом городе Линолеум и собираюсь зайти на почту, чтобы получить паспорт. Я могу выбрать различные действия, которые я хочу совершить, чтобы перейти к следующему шагу, такие как взгляд-пикап, разговор, отдача или использование. Элементы управления довольно сложны в использовании, если вы не привыкли к такого рода играм. Внутри общей игры есть множество других маленьких игр. На этом уровне платформы вам нужно собрать маленькую сладость, которая помогает получить дополнительные жизни. Если вы терпеливый человек и любите разгадывать головоломки, то это ваша игра, но на самом деле она не моя. Несмотря на симпатичную графику, на самом деле это не для маленьких детей, но если вам нравятся ролевые игры, это будет приятным изменением. Это плохое оправдание для ролевой игры. Графика симпатичная, но мне она не понравилась, потому что казалось, что ею нужно управлять с помощью мыши, а не джойстик. А оценки за космическую и космическую голову девочки дали ему заурядные 3 балла из 5, а мальчики дали ему плохие 2 балла из 5. Миндзя и Зенго измерения вернутся. Как и во всех хороших продолжениях, Зул привела с собой подругу и ее зовут. История пока такова, что злой жестокий послал своего приспешника ментальный блог, чтобы посеять хаос в НМВ. Вы начинаете с Лебединого озера, так что здесь припоясывающий свои чресла для какой-то нечестной игры. Для тех, кто видел оригинальную зону, это может показаться ужасно знакомым. Основная структура игры взята непосредственно из оригинала, но с некоторыми незначительными изменениями. Здесь мы видим нового персонажа зоопарка. Она, женщина-ниндзя, вносит изменения, чтобы увидеть, как женский персонаж делает что-то полезное, а не ждет, когда его спасут. Графика действительно хорошо прорисована и звук очень хороший, но, к сожалению, вы можете включить только музыку или звуковые эффекты одновременно. Здесь я должен собрать 99% всех предметов на экране, чтобы иметь возможность закончить уровень. Здесь они выбрали самый простой вариант. Они могли бы сделать все радикально по-другому, но не придерживались формулы победы. Не кусайтесь, если у вас уже есть зол. Мне очень нравится эта игра. Графика действительно хорошая и в него очень легко играть. Это еще одна платформенная игра, но на самом деле она очень хороша, хотя и очень близка к оригиналу. И оценки для зол. И мальчики и девочки поставили ей отличные 4 балла из зол. Еще раз здравствуйте, сэр Безмеха. У меня осталось одно зелье, которое я называю Envism. Хорошо, поехали. О, это сработало. Это сработало. Прямо сейчас время для моего первого невидимого обмана. Это для трансбота в главной системе. Прежде всего, подключите два контроллера, затем удерживайте нажатые кнопки 1 и 2 и включите свою консоль. Теперь подождите, пока появится экран секретной команды. Когда это произойдет, включите все цифры вот так, а затем нажмите пуск на контроллере 2 и пуск на контроллере 1, и ваш корабль станет невидимым. О, извините, я имею в виду непобедимый. Теперь противоядие. Да. О, нет, это не сработало. Я останусь таким на себя. Энди Вайлетт. Я надеюсь, что он не найдет противоядие. Если вы хотите прямо сейчас прочитать данные с видеомагнитофонов или видеомагнитофонов, конкурс на прошлой неделе состоял в том, чтобы выиграть портательный проигрыватель компакт-дисков. Куртку и компакт-диск от Last Action Hero и 10 занявших второе место в футболках Get Bad in Float. Мы спросили вас, в каком австрийском городе родился Арнольд Шварценеггер. Ответ – Градс, а счастливый победитель – Стивен Боу из Фолкстона. Приз конкурса на этой неделе – двигатель реальности номер два. Как пожелаете. Приз конкурса на этой неделе – игровое снаряжение с игрок книга Джунглей. И вопрос в том, кто написал книгу, по которой был снят фильм книга Джунглей. Если вы думаете, что знаете, позвоните нам по телефону 891-700-100. Звонок обойдется вам не более чем в 25 пенсов, но, пожалуйста, получите разрешение от того, кто оплачивает счет, прежде чем набирать номер. Линии связи будут работать до полуночи понедельника. На этой неделе все. Поувидимся. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин